Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Самарские студенты свой праздник, День российского студенчества, встречают в научной лаборатории. Идеями разработок они поделились с нашей съемочной группой. Уборка снега в ежедневном режиме. Как справляется с работой новый подрядчик в Кировском районе, проверили представители общественности. От 90 до 120 тысяч рублей за квадратный метр. Где и за сколько можно купить квартиры в Самаре? Какие нарушения правил перевозок пассажиров чаще всего совершают водители автобусов? Инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд. Что делать, если забыл ценную вещь в такси? Куда обращаться и какие самые интересные находки обнаруживали водители в нашем сюжете? Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина поздравили самарскую молодежь с Днем российского студенчества. Они отметили, что молодежь Самарской области всегда отличалась своей тягой к знаниям, целеустремленностью, желанием развиваться, совершенствоваться и помогать нуждающимся. Это подтверждается участием в различных проектах и конкурсах. Среди них мероприятия президентской платформы «Россия – страна возможностей», молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга», конкурс «Студент года». В этот непростой для всей страны период плодотворная добровольческая деятельность студентов стала движущей силой, объединяющей сердца неравнодушных граждан, готовых протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Содействуя восстановлению мирной жизни на новых территориях, оказывая помощь временным переселенцам с Донбасса, собирая гуманитарную помощь и помогая семьям военнослужащих, студенты проявляют свои лучшие качества, сформированные благодаря семейным традициям. А традиция празднования Дня студента возникла после открытия первого в России высшего учебного заведения – Московского университета имени Михаила Ломоносова. Дата приурочена ко дню его основания. Самарские студенты университета имени Академика Королева этот праздник встречают в научной лаборатории. Осваивают современные технологии. Вместе с ними Ксения Баканова окунулась в научную среду. Мы можем на ходу перепроектировать и уже второй сделать уже другой конструкции, и дальше уже третий или четвертый запустить какую-то серию. Ну вот таких изделий было около 100 штук. Студенту четвертого курса Ивану Циулину нравится изучать все, что связано с двигателями и энергетическими установками. Будущий специалист уверен, чтобы разбираться в сложных процессах, одной теории недостаточно. Нужна постоянная практика. А лучше всего ей заниматься в стенах своего родного университета. Легче всего дается подготовка машины, подготовка порошков, просто физический труд. А сложнее всего подготовка сложных и интересных файлов. Иногда детали бывают с очень сложной геометрией, и чтобы подготовить ее для грамотной печати, нужно действительно посидеть и подумать. Организовать производство собственных деталей или инструментов теперь не мечта, а реальность. И при этом не нужно вытачивать изделия вручную. Всю работу за человека сделает машина. 3D-принтер изготавливает детали из металлического порошка и других материалов. Компьютерные программы для этого разрабатывают ученые. А будущие инженеры, студенты университета имени Королева, в лаборатории отрабатывают умения и навыки. Мы реализуем такой принцип – это подготовка через проекты, то есть через практико-ориентированную деятельность. И ребята ко мне приходят в лабораторию, наверное, уже на первом курсе. Мы их развиваем, ставим через практику. Ну и, конечно, приветствуем все их инициативы. То есть, если можно посмотреть на нашем выставочном стенде, большое количество работ именно инициативных ребят. Огромные машины не пугают и Вадима Хупуддинова. Учиться конструировать двигатели для самолетов и ракет интересно, рассказывает студент третьего курса. А когда есть лаборатория, где для этого созданы все условия, вдвойне увлекательнее. Есть возможность напрямую пощупать оборудование, познакомиться с основами, как оно, в принципе, работает, и на чем строится сам процесс изготовления. Чтобы стать мастером своего дела, важно получать знания под руководством опытного наставника, который в случае необходимости поддержит советом и поможет. Напомним, 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В Самарском дворце ветеранов сегодня отметили Татьянин день. Праздник был организован совместно с городской организацией инвалидов. На сцену выходили артисты разных поколений и ветераны, и студенты. Подробности у Светланы Тимофеевой. С песней про Танечку в Самарском дворце ветеранов сегодня начали праздновать Татьянин день. В зрительном зале – подопечные городской организации инвалидов «Ветераны». Этот день издревле он отмечался как день студентов, а студентами, как все знают, бывших не бывает. Они отмечали очень широко, радостно и весело этот день. Поэтому мы постараемся развеселить сегодня публику, поднять настроение и отметить вместе с нами этот день. Мне вот повезло, что меня в честь святой Татьяны назвали Татьяной тоже. Сегодня такой праздник, Татьянин день, поэтому у меня хорошее настроение. Я пришла сюда во дворец ветеранов, меня пригласили. Здесь всегда интересно, здесь всегда поздравляют, концерты хорошие. Я рада очень всегда. На сцену выходили и те, кто получил дипломы десятки лет назад, и те, кто сегодня еще грызет гранит науки. Для Татьян и не только молодежный фольклорный коллектив Самарского государственного института культуры устроил концерт, который назвал «Чудный месяц плывет над рекой». Ничего мне на свете не надо, Только види тебя, мимий мой Бог... Татьянин день – это день студентов. И все мы с вами студенты бывшие, настоящие, кто-то будущие. И это действительно повод такой вот какого-то молодости, задора, юношеского энтузиазма, той самой поры, когда много надежд, много планов. И сейчас есть возможность, вот все наши ветераны имеют возможность вспомнить свои студенческие годы, своих друзей, товарищей, какие-то дела активные. Празднование Татьяниного дня во дворце ветеранов давно стало доброй традицией, а еще возможностью и для организаторов, и для гостей вспомнить юность. Светлана Тимофеева, Максим Гузев, События. Ресурсоснабжающая организация прокомментировала ситуацию с аварийно-восстановительными работами в Самаре в районе дома номер 28 по улице Алматинской. Сейчас специалисты трудятся на водоводе диаметром 600 миллиметров. Там произошла разгерметизация соединения элементов трубы. Аварийно-восстановительная бригада ведет земляные работы. Площадку готовят для проведения ремонта. Специалисты будут делать дополнительную герметизацию, уплотнять стык. Основной массив наледи на участке ликвидировали, задействовали подрядную организацию. Обледеневшие машины освободили ото льда и убрали. Но участок дообследуют. При обнаружении машин, скованных льдом, их также помогут вывезти. Временно без холодного водоснабжения остаются дома номер 16 и 18 по улице Олимпийской. Ресурсоснабжающая организация обещает справиться с ситуацией как можно быстрее. Уборка снега в Самаре в ежедневном режиме. В Кировском районе города с января работает новый подрядчик. В эту среду расчищали проезжую часть на улице Каховской. В прошлом году эту дорогу отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как справляется с работой новый подрядчик, проверили представители общественности и наша съемочная группа. Убирают снег и наледь, расчищают приладковую зону дороги вручную, а уже затем собирают по грузчикам. Расчистку дорог в Кировском районе Самары с начала января ведет новый подрядчик. Сотрудники заранее, еще в декабре, во взаимодействии с МБУ «Дорожное хозяйство» ознакомились с территорией. Сейчас работают в штатном режиме, но в феврале синоптики прогнозируют снегопады, поэтому готовятся к ним заблаговременно. Сейчас мы расчищаем проезжую часть до борта, чтобы было куда можно было убрать этот снег, так скажем, временно, и потом вывозить, чтобы не было коллапса какого-то на дорогах. Соответственно, техника вся наготовит. Чем больше мы сейчас уберем, проделаем работу, тем, конечно, потом будет легче с этим справиться. В распоряжении подрядчика более 70 единиц техники, как своей, так и привлеченной. Она работает на улицах ежедневно. Особое внимание уделяют проезжим частям, которые были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Улицу Каховскую привели в порядок в прошлом году. Здесь отремонтировали проезжую часть большими картами. Площадь ремонтных работ на участке дороги в 2 километра составила почти 23,5 тысячи квадратных метров. Проконтролировать на месте работу нового подрядчика выехал сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области Павел Покровский. Хочется отметить, что вообще на сегодняшний момент сам факт того, что все средства по национальным проектам должны расходоваться с максимальной эффективностью, это, конечно, мне кажется, в том числе и основная часть работы нас, как общественных контролеров. От этого зависит не только комфорт наших жителей, но и скорость того, как они на общественном транспорте доедут до своего места работы, как быстро они доберутся, как будут работать все-таки дороги, как такая логистическая цепь, которая развивает нашу экономику. Поэтому здесь, если взялись за контракт, пусть они его исполнят на 100%, а мы со своей стороны, конечно, будем смотреть во все глаза. Расчистка проезжей части на всю ширину позволяет увеличить пропускную способность дороги. Специалисты также подчеркивают, что уборка на объекте должна выполняться не только качественно, но и бережно. Во время работы тяжелые техники и дорожные службы не должны допускать повреждения элементов благоустройства. Это правило необходимо соблюдать, чтобы отремонтированная дорога прослужила как можно дольше. В преддверии снегопадов на улице Каховской с особым усердием расчищают приладковую зону. Частота приладка, по крайней мере, на нынешних условиях, делает нам запас для возможности уборки снега в будущем снегопаду. Потому что при плане патрульной очистки дорог основной снег сметается именно в приладковую часть, откуда потом грузится и вывозится. Если там имеется наледь, то это создает помехи как сформированию нормального снежного вала, так и в дальнейшем вывозке. Мониторинг состояния всех улиц города, в том числе отремонтированных по дорожному нацпроекту, продолжится, как и актуальные сезонные работы. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Для продолжения строительства станции метро Театральная и сохранения транспортного сообщения на перекрестке Галактионовской и Красноармейской планируют переустройство трамвайных путей. Технические условия муниципальным предприятиям ТТУ уже выданы. Вопрос на стадии согласования. Материалы заказаны, сроки поставки необходимо увязать с проектом производства работ, поясняют в ГКУ Самарской области управление капитального строительства. Рельсы и шпалы планируют переместить с середины проезжей части ближе к тротуару. После переустройства специалисты гарантируют стабильное трамвайное сообщение в оба направления. Кроме того, переустройство линий позволит завершить вынос водопроводной магистрали. Как пояснил первый вице-мэр, вся работа по переустройству трамвайных путей займет около 14 дней. На время перекладки перекрытия не планируется. В период переустройства трамваи продолжат курсировать по старому полотну, затем специалисты пристыкуют существующие и новые рельсы. Сделают это ночью, чтобы не создавать неудобств для жителей. Напомним, минимизация неудобств для горожан остается одной из приоритетных задач. Однако на следующем этапе в районе будущего станционного комплекса все-таки потребуется временное ограничение движения на перекрестке Галактионовской и Красноармейской. Это необходимо, чтобы продолжить строительство станции метро Театральная. На участке возведут тягово-понизительную подстанцию. Пока намечены только предварительные сроки. При этом планируется, что и во время строительства подстанции трамвай продолжит курсировать уже по новой линии. Также предполагается, что временно на эту ветку будут перенаправлены трамваи, которые сейчас следуют по улице Фрунзе. Актуальные работы продолжаются в штатном режиме. В районе зоны строительства на Галактионовской рабочие заканчивают разработку стартового котлована. Также идет подготовка и в районе улиц Новосадовой-Полевой. Выполняется устройство ограждающих конструкций будущего стартового котлована буросекущих свай. После окончания строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию театральной, подземка свяжет удаленные районы Самары с исторической частью города. Добраться можно будет всего за 20-25 минут. Интервал движения поездов метро может сократиться до 7-8 минут. Это очень быстрый способ добраться до любого места без пробок. Там достаточное количество сидений. Тем более станция театральная, она строится в старой части города, где происходят самые крупные и важные мероприятия. Поэтому мы уже всеми друзьями ждем, не дождемся, когда ее уже откроют. Сегодня госавтоинспекция Самары провела рейд автобус. Проверялось как состояние транспорта, так и соблюдение водителями законодательства в сфере пассажирских перевозок. Подробнее в репортаже Елены Чернявской. В Красногленском районе Самары сотрудники госавтоинспекции совместно с отделом технического надзора провели профилактический рейд автобус. Инспекторы проверяли эксплуатацию автобусов, наличие путевых листов, исправность тахографов, отметки в документах водителей о прохождении медицинского осмотра, также разрешение и лицензии на пассажирские перевозки. В итоге сотрудники ГИБДД выявили 10 нарушений ПДД водителями автобусов. За 12 месяцев 2022 года на территории городского круга Самары по вине водителя автобуса совершено 29 дорожно-странственных происшествий. Аналогичный период 43. 51 человек у нас пострадал, в аналогичном периоде прошлого года 54. Погибших к радостью нет, в аналогичном периоде прошлого года был один. Что хочется сказать, что сотрудниками госавтоинспекции удалось стабилизировать данную обстановку по дорожно-странственным происшествия с участниками дорожного движения как водителем автобуса. Водительское удостоверение, путевой лист и список пассажиров. Без этих документов выезжать в рейс водители автобусов не имеют права. Мимо зоркого взгляда инспектора не пройдет ни одно нарушение. Например, в этом автобусе сотрудник заподозрил неисправность тахографа. Водитель неправильно фиксирует свое рабочее время. И за это предусмотрена административная ответственность. Я составил на него протокол и подвергнул его наказание в виде штрафа. Страф на водителя 3000 рублей. Также сотрудники ГИБДД обращают внимание на соблюдение скоростного режима, правильность проезда перекрестков, пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Особый контроль за техническим состоянием автобусов. Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что они усилили контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей и их сменности при перевозках на дальние расстояния. Наша цель, конечно же, это предотвратить все эти нарушения административного кодекса. Поэтому всевозможными путями мы постараемся, чтобы как водители, так и должностные лица не допускали нарушения. Трафы варьируются от 300 тысяч до 5 тысяч рублей. За несколько часов рейда полицейские проверили более 30 автобусов, составили 10 административных материалов в отношении водителей-нарушителей. Елена Чернявская, Максим Гусев, События. От 90 до 120 тысяч рублей за квадрат. По таким ценам сегодня продаются квартиры в спальных районах Самары. В Новый год рынок жилья вошел в замерзшем состоянии и только сейчас начинает приходить в себя. Застройщики еще боятся выпускать новые проекты. Жители не спешат с покупкой жилья из-за нестабильности в мире, а те, кто раньше инвестировал в недвижимость, ищут другие источники дохода. Ситуацию на рынке жилья обсудила с экспертами Светлана Кудрявцева. Пандемия, специальная военная операция, частичная мобилизация, санкции, экономические потрясения – на все эти события активно реагирует рынок недвижимости. В Самаре со второй половины прошлого года, как рассказывают эксперты, ставки по ипотеке взлетели, люди стали отказываться от кредитов, спрос на жилье упал, а застройщики, наоборот, начали поднимать цены, доведя их до запредельных значений. Мы надеялись, что увидим какое-то иное движение рынка, и действительно, в конце прошлого года рынки встали, практически все сегменты. То есть продажи ушли на исторический минимум, количество продаж, цены, потому что держались на максимуме, немножечко подогревало еще пока действующие льготы по ипотеке. В этом году льготные ипотеки продлили, но уже на иных условиях, отличающихся от прошлогодних. Соответственно, все это привело к тому, что рынки замерли в ожидании каких-то новых горизонтов. Из режима ожидания рынок пока так и не вышел, а цены не спешат снижаться. Сегодня квартиры в областной столице продаются в среднем от 75 до 150 тысяч рублей за квадратный метр. Элитное жилье в престижных районах гораздо дороже, но и своего покупателя оно ждет дольше. Популярностью, как и прежде, пользуются квартиры в новостройках на окраинах. Сейчас стандартные спальники наши, на которые мы всегда ориентировались как на среднестатистическую какую-то площадку и наиболее большую по емкости рынка, наверное, уже где-то в районе 100, 95, 100, 120 в этом коридоре. Рынок сюда пришел. Вот опять же говорю, будет ли какая-то существенная коррекция вниз еще наблюдаться, пока непонятно. Но вверх вряд ли, потому что цены и так уже запредельные относительно покупательной способности населения. По словам финансистов, в этом году ситуация на рынке жилья и ипотеки будет характеризоваться высоким уровнем неопределенности. Это будет спровоцировано в первую очередь возможным ростом ставок по ипотечным кредитам, который будет спровоцирован ростом стоимости риска, в то же время и вероятным ростом стоимости фондирования для ипотечных кредиторов, который будет спровоцирован в свою очередь ростом ключевой ставки. В то же время привлекательность жилья как инструмент инвестирования будет снижаться на фоне возможного падения цен на первичном и вторичном рынке жилья. В первую очередь, это коснется вторичного рынка, там глубина падения может достичь 20%, на первичном рынке глубина падения не исключена на уровне 12-15%. В этом году инвестировать будут не в недвижимость и валюту, как раньше. Деньги могут вкладывать в покупку автомобилей в связи с дефицитом некоторых марок и запчастей. Ожидается также рост вложений в российский фондовый рынок в акции голубых фишек. Однако тем, кто покупает жилье не для того, чтобы заработать, эксперты, как обычно, советуют не ждать лучших времен, а решать квартирный вопрос здесь и сейчас. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Морозы отступили, и в регионе установилась стабильная температура воздуха. Однако циклон может вернуться уже в следующем месяце, отмечают синоптики. Низкая температура несет вред даже здоровым людям, что уж говорить о тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эксперт-кардиолог рассказал, чем могут обернуться переохлаждение и перепады давления. Поделимся подробностями в репортаже. Зимняя холода – настоящее испытание для человеческого организма. Холодный воздух влияет и на бронхолегочную систему, и на кожный покров, ухудшая кровоснабжение. Страдают и наши сосуды. Этот период особенно опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Когда идет холодная погода, разумеется, это приводит к спазму периферических сосудов, артерий, в первую очередь. И это может сопровождаться в том числе и повышением артериального давления. Поэтому все такое комплексное воздействие, оно приводит к тому, что может у человека возникать приступы стенокардии чаще, или нарушение сердечного ритма. Медики отмечают, в условиях сильных морозов у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы многократно повышается риск инфаркта и инсульта. И в сильные холода терапия таких пациентов может потребовать корректировки. Но для этого нужно вовремя обратиться за помощью к специалисту. В зависимости от того, какие симптомы у пациента возникают, какие мы объективные данные получаем при обследовании, может быть назначение дополнительных каких-то лекарственных препаратов, то есть усилить терапию, которая приводит к снижению артериального давления. Или же если наоборот у человека реакция идет обратная в плане снижения артериального давления, мы можем уменьшить лекарственные препараты. То есть это, конечно же, всегда решается индивидуально. По мнению специалистов, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не должны долго находиться на улице и избегать сильной физической нагрузки. Правильно, одеваться здесь поможет многослойная одежда из натуральных материалов. Нужно обязательно утеплить кисти рук, шею и голову. Не распивать на морозе спиртные напитки, а чтобы согреться, пить горячий чай. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Сегодня 85 лет со дня рождения советского актера, барда и поэта Владимира Высоцкого. Хулиган и балагур, бунтарь и максималист. Герой своего времени и гениальный исполнитель. Он стал кумиром для миллионов. Про него говорили. Горлом Высоцкого хрипело и орало время. И это время не только 60-е и 70-е, на которые пришелся пик популярности Высоцкого. Его произведения до сих пор остаются актуальными и близкими сердцам нескольким поколений слушателей. В 1967 году в Куйбышеве состоялся концерт Владимира Семеновича. Сюда он прибыл по приглашению городского молодежного клуба и собрал 7 тысяч зрителей в Дворце спорта. Это было его первое выступление перед многотысячной аудиторией. Сейчас перед новым зданием Дворца спорта стоит памятник великому барду. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале администрации Самары вести с Дворянской напоминают, что остались считанные дни до старта лыжного марафона «Соколь-Егоры». Соревнования пройдут в субботу 28 января на территории Чайки. Зоны парковки обозначены на карте, указанной на страничке телеграм-канала. Въезд по номерам участников. Старт на дистанции их 11, 17, 34, 50 километров будет дан справа от стартовой поляны. На второй круг участники будут заходить без разворота. Проходя через стартовый коридор. Финиш с разворотом на 180 градусов. Все участники получат майки-номера. А также всех финишеров ждут медали, кроме дистанции 2,5 километра. На трассе будет 5 пунктов питания, 2 пункта для замены палок. Будут дежурить 2 бригады скорой помощи. Что учесть при выделении доли и при покупке жилья с использованием мат-капитала, рассказывает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Если на приобретение квартиры или дома использован материнский капитал, всем членам семьи нужно выделить доли, супругу, каждому ребенку, в том числе и рожденным позднее. Если доли не выделены, пенсионный фонд или прокуратура вправе оспорить сделку по продаже квартиры или подать иск о выделении долей. Потребовать возврата мат-капитала в бюджет. Направить материалы проверки в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Размеры долей определяется по соглашению. Они могут быть равными, например, по 1,4 или в другой пропорции с учетом доли, которая оплачена частью мат-капитала. При использовании материнского капитала на ипотеку доли нужно выделять после снятия обременения. При покупке квартиры без кредита можно сразу оформить доли на всех членов семьи. В День студенчества телеграм-канал Ленинского района опубликовал информацию о полезных сервисах для учащихся вузов. На госуслугах есть онлайн-сервисы для тех, кто продолжает обучение после школы. Например, там можно подать заявление на замену паспорта в 20 лет, а также при изменении личных данных. Зарегистрироваться по месту пребывания, что удобно при переезде на учебу в другой регион. Оформить электронный полис ОМС и показывать его с телефона, чтобы не носить с собой бумажный бланк. Оформить пушкинскую карту и оплачивать билеты в кино, музей, на выставки или концерты. Получить загранпаспорт для стажировок или путешествий. Зарегистрировать брак и получить водительское удостоверение. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok